Специально для Глич и группы Ван Гог за тушенку. Специально для Глич и группы Ван Гог за тушенку. Специально для Глич ни разу не доводилось поучаствовать в подобном действии. И я, конечно же, согласился. Очень любопытно. С фестиваля Глич прошел уже месяц, и все работы, которые были выставлены там, перевезли сюда, в Ловли Лофт. Довольно уютное двухэтажное местечко. На первом развернулась всем нам уже знакомая Крафт-арена, где любой желающий за пару часов до начала аукциона мог нарисовать картину с дальнейшей ее реализацией. Все материалы предоставлялись ребятам абсолютно бесплатно. Также присутствовало пару стендов с разными приятными ништячками в виде стикеров и тому подобного, которые тоже можно было приобрести. В основном как бы тут все тусили. Основная движуха проходила здесь. А на втором этаже как раз расположились те работы, которые висели в клубе. Из-за того, что там было достаточно темно, рассмотреть их все было довольно проблематично. И из-за этого некоторые работы я вообще видел впервые. Вот и моя телочка, кстати. На заднем дворе я спалил ту тачку, которую разрисовывал Слэш. Пиздец, вообще этого не помню. Уровень работы разнится колоссально. Кто я такой, чтобы судить? Ладно, погнали аукцион. Вот Артем Абанина. Картина называется «Копилка». Стартовая цена уже... И тут начинается самое интересное. Понимаете, какая штука? Превалирующая часть аудитории здесь, это и есть те самые художники, которые хотят продать свои картины, а отнюдь не покупать чужие. Поэтому большинство работ не продались. А те, которые ушли с молотка, сделали это уж совсем засущие гроши. 108! Сколько? 200 рублей! Нет! 11! 11! 11! Максимальная начальная цена 5к. И я определенно не думал ставить цены ниже 4к. Нет, ну серьезно. Те же самые дети прошли у меня далеко не одну выставку. Как я их ниже 5к? Нет, это даже не обсуждается. Работа интересная, как я. 5 тысяч рублей. Она имеет интересный социальный способ, как по-настоящему. Открытие явно и хорошие. 5 тысяч рублей. 5 тысяч рублей раз. 5 тысяч рублей два. 5 тысяч рублей три. Работа, к сожалению, не нашла своего хозяина. Очень жалко. Искусство вообще вещь субъективная. Я считаю, что ценообразование в нем – это результат тонких стратегических решений и четкого планирования. Лучше пусть работа будет снята с торгов, чем уйдет за какие-то жалкие 300 рублей. Кто знает. 4 тысячи рублей раз. 4 тысячи рублей два. 4 тысячи рублей три. Молодя забирает это домой. Это чисто мое мнение. Я не претендую на звание знатока в этой области. В конечном итоге первый блин комом. По крайней мере, у меня появился реальный опыт участия в подобных мероприятиях. Мало ли чего я там хотел. Буду довольствоваться тем, что имею на данный момент. Да, пока так. Ребята, вы нон-стопом бомбите стеночку своими работами. И это не может не радовать. Я вижу, что творческая движуха прет, и это реально вдохновляет. Спасибо вам. Чекайте инстулю, чтобы быть в курсе последних событий. И, кстати, мы перевалили за 20 тысяч. Это круто. Ура. Возможно, стриманем на днях, но это не точно. Так что следите за группой, за инстой. Там все будет.